Саратовская область продолжает кампанию по возврату спортивных объектов из частной собственности в государственную. В строй вернулся самый большой стадион Ленинского района Саратова «Сокол». Подробности в нашем следующем репортаже. Такого массового ажиотажа стадион «Сокол» не видел много лет. Находясь в частной собственности, он потерял былую славу Центра спортивной жизни Ленинского района. Два года областная власть вела переговоры с хозяевами. Итог – стадион возвращается в областную собственность. Десять лет простаивала территория. Десять лет превратилась просто уже в целину, в заросли, в помойку. И учитывая, что мы приняли такое решение, нашли взаимодействие с тем бизнесом, у которого была собственность территория. Мы нашли решение, взяли на себя эту территорию. Ремонт стадиона – спонсорский проект «Саратовские предприятия» и организации оказали благотворительную помощь более чем на 22 миллиона рублей. В рекордно короткие сроки «Сокол» преобразился. Искусственное покрытие, новые зрительские трибуны и новые прожектора на осветительных мачтах. В таком виде спортсооружение передают городу. Выразить хотел бы огромные слова благодарности губернатору, потому что возрождение стадиона «Сокол» произошло непосредственно при его участии. Если бы губернатор этого не сделал, этого не сделал бы никто. Потому что долгое время город не смог эту проблему сам решить, потому что собственники не хотели его передавать, хотели что-то, скорее всего, построить. Соответственно, разрешение на строительство они в городе не могли получить. Поэтому губернатор принял решение о выкупе этого стадиона, что произошло. Новое искусственное поле с подогревом испытали футболисты Дюшор «Сокол» 1995 года рождения и ветераны саратовского футбола. Увидеть обновленный стадион пришел трехкратный обладатель Кубка России и рекордсмен клуба «Сокол» по количеству голов, забитых за сезон Олег Терехин. Мне путевку дали в большой футбол. Вот здесь я пять лет играл. Самый уютный, самый лучший стадион здесь был. Я просто пришел, что здесь было буквально четыре месяца назад, и сейчас небо и земля. Это первая очередь реконструкции стадиона. Предстоит еще обустроить под трибунные помещения, санузлы, раздевалки, беговые дорожки. Кроме того, в планах областных властей построить на месте автостоянки рядом со стадионом бассейн. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.